всем привет с вами канал пиво делаю сам сегодня у нас 2 марта 2023 года и сегодня я начинаю готовить свое хлебное пиво номер 27 сегодня я был в магазине 7 шагов приобрел вот такой вот замечательный сахар по цене 45 рублей за килограмм и вот такой замечательный ржаной хлеб стоимостью 39 рублей 90 копеек ну грубо говоря 40 рублей и теперь мы будем хлеб резать на кубики чтобы его отправить в духовку для приготовления сухариков погнали и так буханочка хлеба разрезали многие спрашивают как резать хлеб но я могу резать и вот такими вот соломками можно резать вот такими вот кубиками не принципиально ну и соответственно горбушечки разрезаются вот такими вот тоже штучками самое главное придерживаться 20 на 20 миллиметров кубики вот например вот так 20 на 20 миллиметров такой вот кубичек и толщиной 10 миллиметров это делается для того чтобы сухарики лучше помещались в затирочный мешочек ну и теперь будем отправлять этот протвишок с хлебом в духовку в духовку надо разогреть до 160-180 градусов сейчас покажу и так разогреваем духовку и закрываем время от времени надо будет чуть-чуть приоткрывать чтобы излишки влаги быстрее выходили из духовки в течение двух часов с перерывами будет происходить сушка хлеба до полного его высыхания и превращения в сухарики да немаловажный факт то что хлеб я купил сегодняшний именно сегодняшняя дата 2 марта 2020 зрителей канала пиво делаю сам с вами равен арматурович бетонский сегодня у нас 2 марта 2023 года и сегодня я буду приготавливать свое 27 по счету хлебное пиво и так погнали начну с рецепта вода основная у нас 6 литров кастрюля несомненно будильник многие говорят зачем-то этот дурацкий будильник снимаешь ребятки время ровно 9 часов вечера сколько уйдет на это время это ведь тоже определенный ресурс который так сказать слагает успех ведь у всех со временем напряженка большинстве случаев вот мой такой рецепт соответственно я учет времени по этому будильнику делаю вода 6 литров вот здесь мы видим дикий хмель завакуумированный сушеный френч пресс неизменные весы ножницы чтобы разрезать пакет с хмелем и вот такие вот замечательные сухарики буханочку сегодня я купил за 40 рублей сейчас мы все это подготовим взвесим и я вам все буду показывать что мы будем делать ну а сейчас основное наше дело это влить 6 литров в кастрюлю и поставить на газ также на газу у меня должен быть чайничек чайничек можно уже поставить он уже подогревался принципе это лишним не будет сейчас мы побыстрее запарим хмель и так погнали и так вода 6 литров у нас влита газ включен и время у нас 2105 приступаем теперь взвешиванию хмеля и так 10 грамм хмеля взвесили вот так выглядит хмель замечательный дикий и сейчас мы его внесем френч пресс и будем заливать кипятком и так дикий хмель френч прессе заливаем кипятком по вот эту метку это будет ровно 600 миллилитров время у нас 2107 чайник уже вовсю свистит выключаем газ берем снимаем свисток здесь пока вода греется в кастрюльке аккуратненько берем и наливаем кипяток по метку можно чуть больше потому что будет испаряться чуть-чуть буквально обратите внимание видите метка потом я вам покажу как значит уровень упадет уровень упадет берем поршенек и вот так вот постепенно опускаем продвигаем где-то до середины смотрите какая красота сразу происходит вот такой вот чудесная окрас да видите метка ровно ровно метка это с учетом того что уже туда поршень опустил и будет еще процесс значит выпаривание жидкости происходить обратите внимание какая красота вот там именно происходит значит можно чуть-чуть опустить побольше чтобы весь воздух вышел схмели примерно до середины поршень оставить сейчас это надо все закутать закутать полотенце но и сейчас следующий этап это надо подготовить вот эти сухарики затирочный мешочек нам потребуется на объем 6 литров воды 450 грамм сейчас все буду показывать время обратите внимание 2110 итак время у нас 2116 хмель я значит запаковал встреч чтобы он не выдыхал сейчас я его уберу в холодильник здесь изначально был 71 грамм действия забрал значит сухарики я также подготовил по весу 450 грамм за минусом за плюсом точнее 15 грамм это вес вот этого затирочного мешочка 15 грамм и того чистый вес сухариков 450 грамм видите да сейчас я мешочек этот завяжу чтобы он уже был подготовлен и подготовлю еще деревянную ложечку хмель я завернул френч пресс полотенце чтобы он как следует запарился ну и продолжаем дальше сухарики я полностью подготовил вот так вот я их запаковал затирочный мешок кто не в курсе для чего используется затирочный мешок затирочный мешок используется с такой целью чтобы не фильтровать хлебное сусло сразу вот эти сухарики удалить и получится сразу сусло готовое то есть его не надо будет процеживать от вот этой хлебные требухи это сэкономит ваше время обратите внимание что вот такую вот ложечку я приготовил и время у нас 2121 да вот столько времени уходит на подготовку первичную в приготовлении домашнего хлебного пива давайте посмотрим что тут происходит с водой вода уже вот-вот скоро закипит но надо еще подождать газ у нас на всю катушку все ждем ну и пока еще кастрюля с водой не закипела тянутся вот эти минутки достаточно долго я думаю что зрителю будет весьма любопытно как же запарился хмель но он еще не до конца запарился конечно же я покажу как он запарился и заодно я покажу какие потери происходят в момент вот запаривания хмеля давайте вместе с вами посмотрим что же там происходит вот обратите внимание как запарился хмель какой прекрасный цвет и как значит испарилась а жидкость помните как я акцентрировал ваше внимание именно на вот этой метки ведь уже какие потери на первых так сказать моментах приготовления домашнего пива происходит давайте заглянем сейчас в кастрюлю значит посмотрим что там у нас вода закипела не закипела закипает закипает но еще надо подождать давайте подождем вот она легендарная кастрюля со своей фирменной меткой ждем и так время у нас 2130 свершилось чудо вода закипела давайте с вами посмотрим что происходит в кастрюльке вот все чудесно видите да все закипело все закипело можно загружать наши сухарики берем сухарики берем ложечку и под значит бой барабанов опускаем затирочный мешочек с сухариками и ложечкой можно придавить чтобы здесь все сухарики как следует взяли в себя горячую воду такое вот замечательное таинство происходит у раввена арматуровича на кухне напомню что мы готовим хлебное пиво номер 27 сегодня у нас 2 марта 2130 вообще в марте надо мартовской делать но пока сделаю классический и так что мы делаем дальше ребятки смотрите газ я не убавляю все так оставляю теперь мы ждем ровно 10 минут ровно 10 минут пускай сухарики как следует провариться и в будущее хлебное сусло отдадут все свои вкусовые питательные вещества ждем до 21 40 и так прошло у нас 10 минут время сейчас 2140 давайте посмотрим что там происходит с нашим будущим хлебным пивом открываем смотрим вот смотрите какая замечательная тема без ферментированного солода конечно окрас достаточно нежный не такой насыщенный но это все нормально все что делаем дальше дальше мы выключаем газ газ выключили и теперь надо накрыть кастрюльку надо накрыть полотенчиком сейчас мы накроем кастрюльку вот этим чудесным полотенчиком о пушки вот и всего всего значит сухарики у нас запарены хмель у нас запарен время у нас 2141 все на этом первый первичный этап приготовления хлебного пива номер 27 на сегодня закончен также кто еще не подписался на канал пиво делаю сам равен арматурыч просит вас подписаться пишите ваши комментарии ставьте лайки ставьте дизлайки задавайте вопросы ну а мы с вами встречаемся утром следующего дня для вас только достаточно вот так вот щелчок и мы встречаемся все еще раз прошу всех тех кто еще смотрит до сих пор без подписки канал пиво делаю сам подписывайтесь уважаемые дамы и господа с равеном арматуре чем скучно утро следующего дня сегодня у нас 3 марта 2023 года и сегодня мы продолжаем приготовление нашего хлебного пива номер 27 время у нас сейчас 12 часов 3 минуты естественно утра и так погнали с чего мы сейчас будем начинать начинать мы будем со следующего взвешивание сахара нам потребуется на объем наш пол килограмма сахара и будем вынимать из кастрюльки запаренные наши сухарики в мешочке но это все я буду вам показывать также сейчас надо взвесить 4 грамма дрожжей с 33 дрожжики с 33 мы используем и так погнали и так сахар мы взвесили ровно пол кило вот в этой мисочке и и еще взяли 3 чайных ложечки для нашего так сказать за запала для запускания пивных дрожжей сейчас будем дрожжики взвешивать дрожжики мы тоже взвесили значит 375 3 грамма 75 миллиграммов получилось но пока я тут возился весы отключились и но соответственно на более больших весах все это округлилась быть до 4 граммов так все дрожжики с 30 у нас подготовлены сахар у нас подготовлен и теперь давайте наверное заглянем заглянем в нашу кастрюльку с хлебным суслом покажу я вам какого цвета сусло да обратите внимание какие идут у нас потери по хмелю сколько у нас выпарилась помните да вчера вечером я наливал именно по эту метку и уже сколько не хватает видите да какие потери это процесс испарения итак сейчас мы привинтим вот эту крышечку на баночку вот так у нас выглядит будущее пиво видите такой вот цвет достаточно светлый но лагерок лагерок у нас получается сейчас будем извлекать мешочек отсюда и вот сюда на вот эту посудину этот мешок вынимать извлекли наш мешочек с сухариками вот так все это выглядит давайте посмотрим что там с хлебным суслом обратите внимание опять же какая потеря идет если изначально у нас вода была до вот этого нижнего кольца то соответственно с извлечением мешочка с сухариками уровень в кастрюльке падает такое вот значит ни в коем образом не рекомендую вам отжимать чтобы клейковина не попадала в будущее пиво потому что это очаревато большим осадком осадок нам не нужен да по поводу значит стерилизации дезинфекции могу сказать только одно то что вот эту бродильную емкость я дезинфицировал очень просто с помощью кипяточка вот из этого чайника и все ни больше ни меньше итак с вами канал пиво делаю сам продолжаем дальше наши манипуляции на кухне без специального оборудования кто еще до сих пор не подписался на канал пиво делаю сам подписывайтесь пишите ваши комментарии задавайте вопросы ставьте лайки ставьте дизлайки ну а мы поехали дальше что дальше у нас по плану и так дальше у нас по плану значит вносим сахар 500 грамм в бродильную емкость нашу напомню что это пиво номер 27 вносим сахар и заливаем запаренным хмелем хмель вот в этом фрэнч прессе 600 миллилитров но уже меньше уже на на 400 какой 400 наверное 580 миллилитров потому что видите вот синенькая метка испарился у нас наш хмель хмелек и так приступаем к дальнейшим манипуляциям и так сахар мы внесли в бродильную емкость 500 грамм сейчас будем заливать хмелем напомню что хмель у нас дикий собственного производства то что позволяет нам удешевить процесс производства домашнего хлебного пива вливаем хмель хмель влили вот уже сахар полностью сейчас скроется ведь какая занимательная эта тема вот так вот выглядит прессованная таблетка фрэнч прессе хмеля а вот так вот выглядит наше так сказать сырье для производства хлебного сусла вот само хлебное сусло сейчас будем все это дело соединять но предварительно нам надо как следует значит взболтать сахар чтобы растворился с суслом а точнее с хмелем а потом мы соединим хмель с суслом сейчас мы все это растрясем я вам все покажу как заиграет наш хмель хмель хмелёк видите сколько на дне его обратите ваше внимание вот я сейчас настрес бродильную емкость вот такая вот пена образовалась соединение сахара значит запаренным хмелем сейчас надо будет еще повторить эту процедуру то есть как следует растрясти но а я сейчас пойду и значит эти сухарики выкину да обратите внимание как выглядит клейковина вот я вам сейчас на мешке покажу вот посмотрите внимательно вот такая вот клейковина вот она вот я ее ложечкой трогаю если отжимать вот эти вот сухарики запаренные вот это вся клейковина окажется в вашем пиве и у вас будет просто лютой осадок поэтому никогда не рекомендую ребятки отжимать эти сухарики используйтесь используйте вот такой вот затирочный мешочек он продается на вал берез стоит недорого там в районе 300 500 рублей все это поможет вам сэкономить ваши нервы и силы и время самый главный ресурс время и так сейчас будем соединять пиво с сахаром и с хмелем вот так вот выглядит вчерашний сухарик не видите какая клейковина вот это все сейчас будет выбрасываться но если у кого есть домашние животные я думаю что для домашних животных это будет на своего рода лакомство но у меня сожалению городского жителя нету а артур не будет такой есть не в курсе артур это собака такса итак переливаем наше хлебное сусло в бродильную емкость и соединяется хлебное сусло с хмелем и сахаром так все перелили все перемешали вот так вот выглядит хлебное сусло будущего пива кастрюлька пустая вот тут есть вот такие вот видите осадки 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 это есть клейковина который желательно полностью не выливать что у нас получается по уровню уровень хороший до самой максимальной красной метки но сейчас мы еще разок перемешаем и померяем начальную плотность хлебного пива номер двадцать семь замерили мы наше хлебное сусло получилось 11 и один процент а он сюда я записал в рецепт также я записал на этикетку данного пива номер двадцать семь но и сейчас у нас получается надо приготовить соединить дрожжи вот они здесь в баночке с 33 4 грамма ну или почти 4 грамма вот артур пришел артур ты чё пиво еще не готово надо подождать такое вот она у нас светленькая будет на сейчас я внесу дрожжики напомню что здесь в этом сусле есть еще дополнительные три ложечки сахара да кстати вот эта начальная плотность 11 1 без учета этих трех ложечек сахара но это все так сказать технические издержки и так давайте по рецепту я еще раз пробегусь кому интересно начальный объем воды 6 литров плюс 600 миллилитров это для запаривания хмеля напомню то что хлебное пиво номер 27 это сегодня у нас 3 марта 2023 года сухарики ржаные 450 грамм хмель дикий взросшенные собственными руками 10 грамм сахарный пиццу песок 500 грамм и дрожжи с 33 ребят кому интересно у дрожжики с 33 выглядит вот таким вот образом вот так они продаются в таких пачках 10 с половиной и 10 половиной один с половиной грамм пачка до один с половиной грамм хранятся они три года как пишет производитель вот кстати этот вес один с половиной грамм но здесь у меня по факту получилось я взвешивал на ювелирных весах получилось 375 ну почти 4 грамма но ничего страшного сейчас мы с вами соединяем ждем пока дрожжики запустится и потом соединяем с остальным хлебным сусом так по рецепту я вам все сказал да дрожжи с 33 4 грамма и начальная плотность этого пива 11 1 процент и так погнали соединяем дрожжики ну вот такой дрожжики растворились и как следует я размешал я знаю что многие сейчас скажешь что это дурачок да неправильно ты сделал надо было просто по поверхности бродильной емкости засыпь сделать из этих дрожжей этого достаточно но я вам отвечу так ребят я придерживаюсь всегда одного и того же способа если у меня получилось значит я буду продолжать в том же духе возможно я когда-нибудь попробую и другой способ засыпи дрожжиков но пока вот у меня вот такой вот мой способ он прекрасно работает напомню то что дрожжики я использую пивные с 33 вот обратите внимание какая красота все размешал батарею включил вот видите да там красный вентиль все включено сейчас пододвинул поближе поближе пододвинул чашечку видите да вот эти пузырики вот этих пузыриков все и будет начинаться так сказать рождаться будущее хлебное пиво номер 27 пододвинул вот сюда даже можно конечно было бы поставить к сожалению кружка не лезет ничего здесь вот оставлю все минуток на действие думаю надо оставить время у нас сейчас 13 02 ровно час я провозился ребятки со своим будущим хлебным пивом номер 27 все ждем 10 минуток и дальше я покажу что происходит с дрожжами и так уважаемые господа с вами канал пиво делаю сам 10 минут у нас прошло сейчас у нас 12 минут то есть 13 часов 12 минут напомню сегодня у нас 3 марта 2023 года и у нас идет процесс приготовления хлебного пива домашнего номер 27 начальная плодность этого пива 11 и 1 процента и сейчас мы ждем когда у нас заработают наши дрожжики вот я нашел место все-таки такое более хорошее на батарею поставил видите да чашку с нашими дрожжиками с 33 и что же здесь происходит а происходит следующее происходит ребятки зарождение новой жизни вот обратите внимание правда здесь не очень хорошо фокусирует но тем не менее как могу так покажу значит вы стали свидетелями вот этого таинства дрожжики они потихоньку начинают работать но это еще недостаточно я думаю что надо еще минуту 20 подождать минуту 20 подождать чтобы шапка была более такая мощная на этой кружечке и тогда можно уже этот детонатор вставить в нашу так сказать бомбу в бродильную емкость все это как следует перемешать и поставить под гидро затвор но на данный момент это водка затвор водку я буду использовать хаски такая вот у меня маленькая баночка но ждем ребятки ждем вот такой вот процесс приготовления домашнего пива да кто еще до сих пор не подписался на канал пиво делаю сам подписывайтесь уважаемые зрители ставьте лайкосы за труды равену арматуру еще пишите ваши комментарии по возможности задавайте вопросы надеюсь всем отвечу ну вот смотрите сколько у нас времени сейчас время у нас 14 минут все ждем ровно до половины второго и приступаем к внесению дрожжей в нашу бродильную емкость так ждем еще 15 минут и так уважаемые господа время у нас 13 33 магия цифр давайте посмотрим что у нас с дрожжиками с дрожжиками у нас все замечательно вот смотрите они запустились и вот так вот выглядит дрожжики такая вот шапка ну конечно не совсем она густая но тем не менее пора дрожжики вносить в бродильную емкость что мы сейчас и будем делать дрожжики внесли ну и сейчас надо все это как следует перемешать перемешали вот обратите внимание какая замечательная пена но пену эту задает непосредственно хмель что мы делаем дальше сейчас мы ставим в крышку гидро затвор а точнее водка затвор погнали и так водка затвор установили водку налили и теперь вот эту замечательную бродильную емкость мы ставим на место где она будет находиться в процессе сбраживания молодого хлебного пива номер 27 переставляем и так вот это замечательное место этот уголок чтобы никто не уволок батарея сейчас у меня перекрыта видите да потому что температура на данный момент 25 плюс 25 комнате это достаточно много но для того чтобы запустилась пиво в самый раз обратите внимание гидрозатвор молчит время у нас московское 1339 ждем ждем процесса запуска брожения в бродильной емкости хлебного пива номер 27 напомню что сегодня у нас 3 марта 2023 года и первый раз в этом году я начинаю приготовление своего знаменитого хлебного пива и так уважаемые дамы и господа кто до сих пор еще не подписался на канал пиво делаю сам подписывайтесь потому что с равеном арматуровичем бетонским скучно вам не будет знаете много новых рецептов также что-то новое я буду пробовать фиксировать развивать и делиться зрителям новыми рецептами подписывайтесь всем всего самого хорошего теперь уже будет ролик о процессе брожения и так пиво запустилась а сейчас уже практически 17 часов вот столько времени потребовалось для того чтобы запустилась и пиво но она запустилась пока еще с лавинком обратите внимание на работу гидро затвор очень плавненько но процесс брожения пошел это очень хорошо температура сейчас аж целых 26 градусов плюс ну как бы их 16 чуть-чуть уже булькало но не совсем значительно сейчас получше становится пока веленько но все равно надо сейчас батарею отключить чтобы по прохладнее было видите да какой перерыв между интервал между вот этим бурлением в гидрозатворе тем не менее все замечательно